У меня есть вот такой совсем непримечательный блокнот. И увидев вот такие вот картинки, фотографии в Пинтерест, мне захотелось сделать что-то подобное. Такой стиль сейчас очень популярный, девочка-кокетка в стиле Лана Дель Рей. Поэтому я очень хочу повторить, сделать что-то подобное, но все-таки на свое усмотрение, на свой вкус. Поехали! Снаружи блокнот немножечко грязный, как спереди, так и сзади. Хотя нет, сзади чистый. Но внутри это новенький блокнот, так что мы сначала оформим обложку, а потом внутренности. Скорее всего, это будет новый ежедневник, либо же скетчбук. Я уже подготовила необходимую канцелярию. Посмотрите, сколько милости и нежности я нашла. И это все мы будем сегодня использовать. Целая стопка. Но для начала придадим уюта. Будет пахнуть шоколадкой. Невероятно вкусно хочется скушать. А руки будут пахнуть печеньками. Не люблю работать с бумагой, когда руки сухие. Очень нравится эта скраб бумага, будто бабушкины простыни. Вот это я сравнила, конечно. Лично у меня вот такие ассоциации. Теперь приклеиваем. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Получилось как-то так. Эту часть и зад я прокрашу акрилом. Но это будет чуть позже, потому что если я сейчас раскрашу, у меня весь стол будет в краске. А я хочу оформить внутренности и потом закрасить это. Акрил в розовом цвете. И есть специальный спонжик для него, который я уже использовала, когда оформляла чехол для телефона в шорт. Но это еще не все. У меня есть вот такой скетчбук. Ой, все окей. Здесь невероятно классные эстетичные картинки на самоклеящейся бумаге. И я хочу оформить еще как-нибудь, добавить что-то, потому что пустовато. Всякие бантики, ракушки, рамки, звезды, бусины, жемчужины. Также сделаем сургучную печать. Воск, буковка. У меня насадка с буквой П. Первая буква моего имени. Еще есть вот такие невероятно красивые наклейки с розами, думаю, подходят. И такие большие, очень похожие на настоящие засушенные. Нежные декоративные скотчи. И много разных наклеек. Также я нашла вот такую закладку с цветком сакуры. Очень подходит по стилю, будет удобно. Посмотрите, какие здесь красивые нежные картинки. Здесь все по цветам. Голубой, мятный. Первый был белый, розовый. В общем, да, очень классно. Для удобства возьму пинцет, чтобы аккуратненько все приклеивать. Выберу белый под ежедневник. Хотя я не знаю, будет ли это ежедневник, либо скетчбук. Ой, что-то много. Добавлю одну розовую. Не получается снять. Отклеила, но испортила с дыркой. Придется переделывать. Что-то очень сильно приклеилось. Ё-моё, минус штаны. Да, это воск, который не отстирается. В этот раз с какими-то пузырьками получилось. Ну, что такое? Зато целенькое. Это шестой раз. Я сдаюсь. Зато получился максимально софт-пинг цвет. Приклею на двухстороннюю ленту. Надеюсь, будет держаться. Окей, не держится. Но есть другой вариант. Мой любимый нано-скотч. Я уже вся черная от свечки. Отлично держится, не отвалится. Со временем я еще, наверное, прикреплю объемную ленточку. Бантик вот такой розового цвета. Я заметила, что теперь краска к печати идеально подходит по цвету. Не зря я шесть раз мешала. Посмотрите, какая у меня вокруг нежная обстановка. Переходим к внутренности. Это безобразие я склею. Мне не нравятся данные полоски. Глаза болят. Как раз все будет аккуратно и ровно с этой стороны. Отлично. Добавим закладку. Вот такая прелесть. Знаете, это больше не как закладка, а как брелок будет даже снаружи. Как вишенка на торте. Решено, это будет снаружи. Теперь оформлю первую страницу. Подпишу блокнот, кому он принадлежит. Но сделаю это так же необычно в этом же стиле. Возможно, немного добавлю ретро. Каких-то распечаток, букв, как будто бы из книги. Мне нравится вот этот, барокко. Привет, Сири, барокко! В этом-то и весь стиль, чтобы было небрежно и неаккуратно. Давайте подпишем Полина. У меня есть вот такой алфавит, испечаток и подушечка. Как бы это сделать ровно и ничего не запороть. Та-дам! О, нет, буква Н не пропечаталась. Ребята, ужас! Я сожгла себе волосы! Наклонилась, чтобы доделать букву Н, чтобы было все максимально ровно. Подсматривала. Здесь свеча. Капец! Я не буду это показывать. Придется отрезать. Что не сделаешь ради перфекционизма. Зато ровно. Нет, это лишнее. Видите, здесь ровно, но я специально отрываю рукой, чтобы все было небрежно. Придется отрываю рукой, чтобы все было небрежно. И так вы меня точно не потеряете. Проверьте, если у вас включены уведомления возле подписки, чтобы не пропустить новинки. Я пошла красить боковушки. Возможно, заклею лентой, чтобы было намного аккуратнее. У меня есть розовая лента. Сделаю бантики, чтобы был максимально девчачий, нежный, милый. Я еще кое-что придумала. У меня есть вот такая резинка. Очень сильно тянется. Она нежно-розового цвета. И я хочу сделать кармашек для ручки, чтобы было максимально удобно и практично. Потому что, скорее всего, это еще будет мой журнал. То есть, как личный дневник, я буду писать по вечерам. Разрезаем ее. Укорачиваем. Приклею на горячий клей. А, мои пальцы. Все, как бетон. Если вы любите поделки своими руками, купите горячий клей. Это незаменимая вещь. Клеит все надолго и прочно. Как мило получилось. Не могу. Давайте протестим. Возьмем тематические ручки. Сет розы. Возьму эту. Класс. Хэштег Полина Гений. Полина Гена. Если досмотрели, оставьте в комментариях эмоджи-бантик.